Всем привет! С вами Дмитрий Петров и вы смотрите программу «Футбольный регион» на канале «Губерния». Странный все-таки турнир – чемпионат России по футболу. Календарь на предстоящий сезон обсуждали несколько месяцев. С учетом раннего начала турнира перенесли все матчи либо на южные поля, либо на синтетику. Обсуждали, проектировали, вносили изменения до самого последнего дня. А чем все закончилось? Переносом матча первого же тура. Причем не за неделю до игры, как полагается, а за два дня. Как только наш самолет приземлился в Нальчике, на телефон сразу посыпались смс-ки «Матч в Грозном». Встает резонный вопрос – как добираться? Забегая вперед, скажем, что найти таксиста, который согласился доставить нас в столицу Чеченской Республики, оказалось задачей очень непростой. Но нет худа без добра. По дороге из Нальчика в Грозный мы на несколько часов остановились в прохладном, где проводят домашние матчи молодежный состав Нальчикского «Спартака». Молодежка Крыльев новый сезон начала под флагом перемен. На газон стадиона «Центральный» в новехоньких светлоголубых футболках вышла изрядно обновленная команда. Такие фамилии, как Вихров, Плиенко, Ревник или Сипатов на данный момент знакомы разве что тренером футбольных школ. Но на таком уровне ребята выступали впервые. Капитанская повязка на этот раз оказалась на руке многоопытного ветерана «Крылышек» Дениса Ковбы, которому и предстояло вести за собой молодежь. К разочарованию всех участников матча площадку, на которой им предстояло помериться силами, лишь с большой натяжкой можно было назвать футбольным полем. Глядя на остров из мокрого снега, из-под которого в редких местах пробивалась зелень, трудно было рассчитывать на красивый и результативный футбол. Даже Александр Бабанов, известный сторонник комбинационного стиля, внес коррективы в установку на матч. Здесь комбинационный футбол играть практически невозможно, поэтому хотелось бы, чтобы все-таки они должны перестраиваться под условия те, которые существуют на футбольном поле. Впрочем, происходящее на поле превзошло ожидание немногочисленных болельщиков. Первый гол состоялся уже на седьмой минуте. Новобранец «Крыльев», канадский полузащитник Джозеф Дикьяра, всю предсезонку прошел с основным составом, но общий язык с партнерами по молодежке нашел быстро. Откликнулся на передачу с фланга и открыл счет голам «Крыльев» в новом сезоне, а заодно и своим в новой команде. В Канаде мне тоже случалось забивать для опорного полузащитника главная оборона, но я стараюсь по возможности помогать атаке, и сегодня мне удалось отправить мяч в сетку. Нальчане тоже не отсиживались в обороне, и вскоре получили отличный шанс отыграться. Пенальти. Но в дуэли форварда и вратаря удача улыбнулась Никите Алексееву. Первый удар наш голкипер отбил перед собой, а справиться с добиванием помогли защитники. Блестящие действия вратаря только добавили крыльям уверенности. Волжане продолжали наращивать давление на ворота противника и на 33-й минуте удвоили свое преимущество. Отличился Хрущев. Жаль, что Роберто Карлос навряд ли увидит этот блестящий удар. Без сомнения, чемпион мира проникся бы уважением не только к Мухачкалинскому, но и к Сызранскому футболу. Казалось, игра сделана, но Спартак и не думал сдаваться. Умело воспользовавшись ошибками нашей обороны, хозяева сравняли счет. На 72-й минуте отличился Кубеев, а на 77-й Чачуев. В оставшиеся до финального свистка минуты ближе к победе были волжане. Крылья не хотели довольствоваться одним очком, в то время как Спартак был явно согласен на ничью. Но, увы, времени под обещанным Бабанова не хватило. Результат сегодня не порадовал. Потому что вроде бы неплохо двигались, старание было, забили два гола, вели. И когда вот так играешь 2-2 в таком матче, конечно, досадно. Дебют перед родными трибунами самарской молодежки предстоит 20 марта. На стадионе ЦСКА ВВС резервисты Крыльев сразятся со сверстниками из ЦСКА. Надо признать, что Грозный и в самом деле оказался готов к проведению матчей Премьер-лиги куда лучше, чем Нальчик. Путешествие на авто длиной без малого 4 часа мы проделали не зря. Оказалось, что за Горогорским перевалом на несколько градусов теплее, совсем нет снега. Ну а стадион здесь и без того готовили. На следующий день местному Тереку предстояло сразиться с Зенитом. Позаботились и о болельщиках. Из Нальчика отправились три автобуса с фанатами Спартака. Из Минеральных вод еще один с зелено-бело-синей торсидой. Словом, все условия для команд были созданы. Дело за малым. Показать хороший футбол. Гуляя по Грозному, тяжело себе представить, что совсем недавно здесь шла война. Чистые улицы, блестящие фасады. Обылом напоминают разве что люди с автоматами, которые встречаются на каждом перекрестке. Вот такой он, местный футбольный колорит. Столизу Чеченской Республики можно условно поделить на две части. Ту, что уже достроили, и ту, где работы кипят полным ходом. Строители сейчас востребованы даже больше, чем военные. Самая масштабная и без сомнения самая ожидаемая стройка Грозного – новый стадион вместимостью 30 тысяч зрителей. Работа здесь кипит и днем, и ночью. Ведь уже на 9 мая намечено торжественное открытие новой арены. Судя по всему, во время своего следующего визита в Грозный, крылья сыграют уже на новом, современном стадионе. Перенос игры доставил хлопот обеим командам. Но крылья в проигрыше точно не остались. Соперник лишился значительной части болельщиков и вынужден был прокатиться из Нальчика на автобусе. Да и искусственное поле, казалось, будет на руку более техничной самарской команде. Как и ожидалось, соперники начали встречу осторожно. Угрозы воротам хоть и возникали, но в основном со стандартов. Если от хозяев еще можно было ждать подобной тактики, то самарцев было не узнать. Где контроль мяча? Где комбинационный футбол? Где же те крылья, которые нравились мне? ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Будем разбираться, потому что такого количества ошибок и такой бездарной игры я ни разу не встречал. Действительно, особенно первый тайм. Настолько или переволновались, или, наверное, в совокупности все. И движения мало. Мяч вообще не держался. Но будем разбирать, будем думать, что делать. Что-то похожее на ответ мы получили после перерыва. Гости заиграли активнее, но опасные выстрелы Молыша с дальней дистанции и неплохие индивидуальные действия приема чередовались с промахами в обороне. Вручал Раис Мболи. Единственный, пожалуй, игрок команды, к которому нет претензий по этому матчу. Каждый из ребят понимает, что сыграли не лучше свой матч, мягко говоря, поэтому, наверное, где-то извиняюсь перед болельщиками. Ну, ничего страшного. Я думаю, все будет нормально. Будем двигаться вперед дальше. Казалось, дело так и закончится ничейным исходом. Но на последних минутах матча Таранов отпустил в прорыв Портнягина. Тому было бы сложно извлечь что-то путное из этой атаки. Но Ваня зачем-то полетел в подкат в своей штрафной. Бесспорный пенальти. На этот раз не выручил им боли. Леандра развел мяч вратаря по разным углам. В целом, я игрой своей команды недоволен. Не знаю, от чего это. Или поле, или... Чтобы перестановка была. Вот, Нальчик на Грозный поменяли. Может, этот уже повлиял. Ну, что-то я, честно, не узнал сегодня свою команду. 0-1. Крылья начинают сезон с поражения. И теперь цена домашней встречи с ЦСКА возрастает вдвое. С приключениями до стадиона имени Султана Белимханова добирались не только мы, но и около полусотни самарских болельщиков, которые просто не могли позволить себе пропустить первый матч сезона. Но для одного из них этот выезд стал особенным, юбилейным. Футболистам, которые провели в составе крыльев 100 и более матчей, вручается знак «Заслуженный ветеран клуба». Почему бы не ввести аналогичный знак отличия и для болельщиков, посетивших трехзначное количество выездных игр. В прошлые выходные в своеобразный клуб 100 вступил Дмитрий Лябах, который решил отметить это событие весьма своеобразным способом. Вершина вулкана Эльбрус – самая высокая точка Европы. Зимой туда решаются отправиться лишь опытные, специально подготовленные альпинисты. Но мало ли примеров, когда целеустремленность и сила воли позволяли человеку расширять границы своих возможностей. Дмитрий Лябах встретил нас у входа на гостевой сектор стадиона имени Султана Белемханова, улыбаясь во всю ширину изрядно обмороженной физиономии. Кажется, именно так выглядят абсолютно счастливые люди. Диме было, что нам рассказать. Да и вам наверняка будет интересно услышать эту историю из первых рук. Вот два кадра, которые с вершины Эльбруса. Сейчас, момент. Вот так вот. Вот так. А, вот. И вот так. Вот на этом кадре отморозил наш гид пальцы. На следующем я прятал уже в парах. Но дело сделано. Но кадр с флагом есть. Как вообще пришло в голову совместить выезд на футбол и такие приключения? Пришло довольно просто. Как только был опубликован календарь в прошлом году, первый еще предварительный вариант, было сразу... Мне стало сразу понятно, чем я буду заниматься в начале марта. Как мне обойти очень скользкую для каждого мужчины тему под названием «8 марта». Если находиться на Эльбрусе в это время, то никто, пожалуй, не будет мне пенять, почему я их не поздравил. Ну, а после этого, конечно, отметить... Это будет у меня сотый выезд. Отметить сотый выезд таким образом восхождением на Эльбрус, по-моему, лучше придумать было просто нельзя. Подвиг и исключительный случай в том, что именно неподготовленный человек, болельщик, дошел до вершины? Или там были какие-то особые обстоятельства? Это были особые обстоятельства для... Я, поскольку тоже не альпинист, очень слабо ориентируясь в альпинистской терминологии, но, тем не менее, восхождение на Эльбрус – это высшая точка Европы. Восхождение на Эльбрус летом – это считается, примерно, средняя сложность. Есть такие категории 2А, 3А. Так вот, зимой – это вторая, грубо говоря, категория сложности. И сложнее не только на Эверест подниматься. И была такая фраза – те, кто залазит зимой на Эльбрус, летом лезут на Эверест. Ну, я думаю, что это, в общем, объясняет все. Когда размениваешь вторую сотню – это здорово. Я могу сказать, что из группы в 5 человек, которая была до вершины, дошел я один без ложной скромности. Есть на сей счет дипломчик, сей подтверждающий. А так, это крайне сложно. Более того, мне сказали… Ну, в общем, это чудо, что мы вернулись живыми раз. То, что дошли до вершины – это, как мне сказали, это подвиг. И они такого пока еще не видели в этой жизни. Ну, это лишь подтверждает, что нужно тренировать силу воли. Так же, как и нашей команде. В прошлом году было принято решение, что молодежный состав «Крыльев» будет пополняться преимущественно за счет местных игроков. Чтобы не упустить ни одного талантливого парня, была создана команда «Крылья Советов-2», в состав которой вошли ребята, не прошедшие по тем или иным причинам, в молодежный состав. Эта команда будет играть в чемпионате области. Но каждый из ребят знает – в турнире дублеров нет ограничений по времени до заявок. И сделать шаг из чемпионата области в молодежное первенство можно в любой момент. Общеизвестно, что для прогресса футболистов очень важен не только качественный тренировочный процесс, но и конкуренция. С этой точки зрения товарищеская встреча молодежки «Крыльев» с командой «Крылья Советов-2», прошедшая на стадионе «Волга», очень важна. Первые должны слышать непрерывное дыхание в спину, вторые – чувствовать внимание тренеров и доказывать свое право на повышение в классе. Начиная с этой игры, мы начинаем, так скажем, цикл игр с дублирующим составом, для того, чтобы вот это движение футболистов отслеживать, в общем-то, лучших. Главный тренер будет привлекать в дубль. То есть вот эта вот схема, о которой мы задумали, с «Крылья Советов-2», вот она сейчас начинает работать. С самого начала встречи преимуществом завладели игроки-молодежки. Чувствовалось, что ребята в красных манишках более сыграны, да и готовы получше. Три сбора позади. «Крылья Советов-2» начали тренироваться в этом составе совсем недавно. И недостаток взаимопонимания компенсировали за предельной самоотдачей. В атаке у желтых в дебюте матча получалось немного, а вот в обороне подопечные Владимира Филиппова и Динара Шарипова действовали уверенно. Наконец красным предоставился отличный шанс открыть счет. Пенальти. Но вратарь желтых в этот день был на высоте. Время шло, а молодежке так и не удавалось извлечь дивиденды из своего преимущества. Мотивация. Вот как раз мы перед игрой еще говорили, что мотивация будет совершенно разная. «Крылья Советов-2» будут выкладываться по полной программе, так же должны и вы выкладываться. Вот этого как раз не было. Вот это плохо. После перерыва в составах обеих команд произошло много замен, и игра стала более открытой. Соперники стали чаще ошибаться в обороне, и первым такой промах сумел использовать Александр Буданов. Полузащитник, который по сравнению с большинством других участников матча, может уже считаться опытным игроком, на скорости вошел в штрафную соперника и оставил неудел и защитников, и вратаря. 1-0. Победа на классе? Не тут-то было. «Крылья Советов-2» не опустили рук и вскоре сумели сравнять счет. Великолепный удар издали удался Токареву. Лишь за пять минут до финального свистка молодежке все-таки удалось вырвать победу. Затяжная атака красных закончилась не сильным, но очень точным ударом Сипатова в дальний угол. Несмотря на поражение, Владимир Филиппов остался доволен игрой своих подопечных. Довольно, конечно, сегодняшней игрой. Тут, конечно, многое зависело и от настроя. Все понятно. Перед игрой объяснили ребятам, что такое «Крылья Советов-2» и для чего она существует. Она существует для того, чтобы ребят готовить именно в молодежный состав. Дублеры «Крыльев» теперь не будут страдать от недостатка игровой практики. Чемпионат России постепенно набирает обороты. Но, как заверили нас тренеры обеих команд, практика товарищеских матчей между молодежным составом и «Крыльями Советов-2» будет продолжаться. 21 марта все будут выкручиваться по-разному. Кто-то возьмет отгул, кто-то просто отпросится с работы пораньше, а кто-то прогуляет важную пару в институте. Одно могу сказать точно – пропустить первый домашний матч «Крыльев» в сезоне против московского ЦСКА нельзя ни при каких обстоятельствах. С вами был Дмитрий Петров и программа «Футбольный регион». Увидимся ровно через неделю на канале «Губерния». Пока! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok